Хорошо, приятно, вкусно, в принципе нормально, лучше чем Кавказ, но не настолько, чтобы платить такие бабки за нее, я считаю. Друзья мои, всем привет! С вами, как всегда, Витальсон. И сегодня у меня праздник. Прошло 5 месяцев после того, как я залил бочечку. Это французская бочечка Алари из лимузинского дуба, которую мне присылали из магазина Космогон. Ссылочку я оставлю в описании. Заливал я сюда чачу виноградную, из виноградного концентрата, которую получал. Стояла она у меня дома, в шкафу. Никаких манипуляций я с ней не проводил, ничего. Просто сразу же новую залил чачей и поставил в шкаф. Вот она. Вот она, красавица. Я ее не вымачивал, ничего с ней не делал. А сейчас, вот, давайте посмотрим. Вот у меня даже бутылочка, бумажечка. 20 февраля, первый залив, виноградная чача. Теперь давайте, ребят, посмотрим, сколько за это время скушали ангелы. И вообще, как она на вкус. Просто была такая тема, что говорили, ага, французская бочка, а лари, вот этот дуб. Его не нужно не вымачивать, ничего. С первой заливки уже будет прекрасный напиток. Первая заливка, да, кстати, по крепости была 42%. Я не заливал сюда крепкую, я залил 42%. Так, посмотрим, что по итогу у нас тут получилось. Сколько ангелы выпили. Так, запах пошел. Цвет уже, я вижу, приятный, коричневый. Бутылка-то зеленая, но видно же все равно. Так, столько там, 4 литра. Так, ну, аромат приятный идет. Конечно, нужно еще подождать, чтобы она сейчас в стекле отдохнула, постояла. Все, ребят, прекрасно знаю, прекрасно понимаю. Клепка здесь тонкая, но говорят, что вот у лимузенского дуба структура древесины плотная. И вот хоть клепка и не толстая, а доля ангела все равно достаточно должна быть небольшая из-за плотности древесины. О, 9 литров, ребята. За 5 месяцев ангелы слопали литр. Ну, это, это вполне себе, это вполне себе нормальный, это вполне себе нормальный такой результат. 9 литров, литр, литр получается, за 5 месяцев слопали. Причем в квартире стояло. Так, где мой, где мой стакан? О, ну, цвет чумовой, конечно. Цвет. Цвет обалденный, ребят. Смотрите, насыщенный, плотный такой. На запах. На запах дуб я чувствую. Вот от винограда что-то вообще пока ничего не чувствую. Постоять нужно ему, это естественно. Постоять, подышать. Ножки есть. Ну что. Сразу прям, конечно, сейчас вот его пить, это кощунство. Вот, ну-ка. Вот чернослив пошел. Чернослив есть. Не знаю. Бочка очень дорогая вот эта, Лари. Очень дорогая. И просто вот, есть ли смысл за нее столько бабок платить? Будем пробовать. Вот он даже просто так в стакане постоял буквально, сколько тут, минут 10. И вот уже, уже совершенно другие нотки начали проявляться. Вот чернослив я прям ощущаю хорошо. Чернослив, дуб. Вот ванили какой-то нет, какой-то вот шоколад, но такой далекий, далекий шоколад. Попробуем. Все-таки, первая заливка, не знаю я, все-таки, ну как бы все, вот не надо, не надо, говорили, вымачивать. Ну, бог его знает, думаю, ладно, не буду, прям сразу залил. Ну, давайте попробуем. Интересно. Довольно-таки. Какая-то сладость появилась. Хотя, в принципе, ее не было в белом. Интересно. И крепковат, как по мне, крепковат. Крепость, видимо, повысилась. Вот я чувствую, прям крепковато. Конкретного плинтуса нет. Вот как в наших, в бочках кавказских, да? Прям, вот если с первой заливки, ну там явная деревяшка. Прям, конкретная деревяха. А вот здесь этого нет, деревяшки. Приятно. Сладость, сладость приятная. Обволакивающий такой. Я, блин, не сэмелье, я не великий дегустатор. Я хрен его знает, как это все дело объяснить. Но приятно вот так обволакивает. В привкусе. В послевкусе я. В послевкусе каких-то, то ли, сухофруктов, вот что-то такое. Ну, приятно. И это, это вот я прям сразу налил. Надо отдохнуть дать. Приятно. Не знаю я. Хочу сравнить вот с Ловкиным коньяком. Наверное, пускай отдохнет сейчас чуть-чуть. Потом дальше сравним. Вот с Вовиным. Вова делал коньяк. Я его дегустировал, делал в Кавказской бочке. Мне он очень понравился. Сейчас посмотрим. Пускай хотя бы с недельку постоит в стекле, отдохнет. Но на первых порах, на первых порах, хорошо, приятно, вкусно, в принципе, нормально, лучше, чем Кавказ. Но не настолько, чтобы платить такие бабки за нее, я считаю. Что, может, я, конечно, что-то не понимаю, что-то не догоняю своей головой. Но не настолько, я думаю, она хороша, чтобы такие бешеные деньги платить. Я ссылочку в описании-то оставлю. Ладно. Пускай постоит, подождем. Недельку. И через недельку еще попробуем. Отдохнет. Может, подразбавить надо будет, потому что тут, мне кажется, крепковато как-то дело. Не знаю даже. Я, скажем так, ребят, скажем, не в восторге, чтобы... Ах, ох, ах, нет. Увы, увы, нет. Увы, нет. Ах, 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 вот прям даже не знаю. Хотелось бы сказать, что это бомба, что это просто супер, что это чума. Но что-то пока нет. Лучше Кавказа. Лучше. Лучше Кавказа с первой заливки. Вот я вам говорю, ребят, первая заливка. Лучше. Если взять Кавказ, первой заливки, невымоченную, и вот эту, первой заливки, невымоченную, да, разница, конечно, как небо и земля. Там бы дегуть получился такой, что в рот не возьмешь. Здесь нет. Здесь получился напиток приятный довольно-таки. Но за эти деньги, что стоит эта одна бочка, кавказских можно взять, наверное, штук четыре. Тут уже решать вам. Ладно, давайте еще подождем, ребят, чтобы не быть голословным. Подождем, пускай отдохнет напиток, постоит. Не будем спешить с выводами. Я вам пока говорю до свидания. Ждем, ребят, ждем. Все. Быть добру. Всем пока. Ждем. В общем, ребят, знаете, что я решил? Что-то сейчас подумал, подумал. Залью я сейчас обратно в бочечку. И пускай, наверное, она еще пару месяцов постоит. Я думаю, так будет правильнее. Да. Так что все, заливаю. И через, получится это пять, шесть, семь, семь месяцев. Да, давайте, наверное, через два месяца попробуем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова